Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Сегодня в чате по эксперименту по молодости и здоровью Там идет очень интересная переписка Ну да Невероятно интересная И вот девушка пишет Знаете, я вижу сейчас Это то, что каждое течение говорит Это мое самое лучшее, самое правильное течение И при этом все остальные течения Отбрасывает как ненужное А у меня ум, душа, каждое течение воспринимает как пазл, который нужен, важен в этой жизни, который привел тебя туда, где ты находишься. Даже Наташа говорит, чтобы проснуться, важно уснуть. И у меня даже уснуть не получается. Не то, чтобы проснуться. Кто сказал, что я не верю? Я считаю, что есть более краткий путь. Просто пока человек его не видит, он недоступен. Я уверена, что есть какие-то слова, коды, которые снимают это ограничение, а не только практики делать. И дальше идет переписка, советы и так далее. А вот Ирина говорит, что у нее это было с детства, это чувство. Значит, у нее не было этих ограничений установок шоры, поэтому она легко пошла в практике. А Наташа открывала это через долгое время практики. У нее длинный путь, а у Ирины короткий. Я ищу путь тоже краткий и не верю, что только длинный путь существует. Я считаю и на самом деле балдею. А я, знаешь, она написала А у меня даже уснуть не получается. Спишь. И уже давно спишь. И очень глубоко спишь. И ум говорит, и это Наташа авторитет, и это Ира авторитет, и вот там будет Сергей авторитет, и это течение авторитет. И вот здесь надо вот это, здесь вот это, здесь вот это. И так человек спит в глубоком сне. А чувств нету, потому что вынесен из себя, потому что ты находишься на внешнем контуре всегда. Внимание. Всегда. И толку от этого не будет. А то, что можно найти короткий путь, так это и есть короткий путь. Любой путь есть короткий, потому что именно через практики. Потому что если ты идешь в сон, 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 ну, ты просто спишь. Если ты живешь вот эту жизнь, родился, вырос, родил ребенка, построил дом, посадил дерево, и ты спишь дальше. И снова смерть, и снова цикл, цикл, цикл. Пока ты не проснешься. И все практики, которые есть, что меня все время удивляет. Мне казалось, что в книге управления восприятием в свое время я так систематизировала, так глубоко показала гипноз. То есть все грани, как человек засыпает через физическое, как человек засыпает через энергетическое, как человек засыпает через религиозное, какое хочешь. То есть все варианты в книге управления восприятием описаны. как перекрываются каналы. Казалось бы, меня всегда удивляло. Во всяком случае, после того, как я окунулась в гипноз, разобралась в таблице Каткова, в таблице состояний. когда казалось, гипнотехники освоила, и ты понимаешь, они все по одному шаблону. Вот ты видишь этот единый шаблон везде. И ты смотришь и видишь это засыпание везде, в любой практике. Там цигун, йога, еще что-то. Засыпание, 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 засыпание. Как только, говорят, высшая сила, великий Будда, или высший разум, или инопланетный разум, или распятый Иисус, или Аллах, или Бог, кто угодно вне тебя, все. Это сон. Потому что уже есть контур. Потому что он где-то там, и есть ты, и есть он. Вот есть вот эта дуальность, это все, это сон. Без вариантов. Нету просыпания. Просыпание – это только ты. В том-то и дело. И смотри, на самом деле интерес, вот в чистом виде интерес, да, он у меня всегда был. И у тебя всегда этот интерес. Всегда был. И я не знаю ни одного вот этого течения. То есть я их, ну, где-то слышала, где-то какой-то повернутый, но я не углублялась. И вот на самом деле это меня спасло от мусора. от того, чтобы загрузить вот себя вот этими разными направлениями, течениями. И благодаря этому я смогла, как, ну, я просто рассказываю, как сохранить вот этот чистый материал. Вот чистый материал в себе. И на самом деле это так. Потому что когда человек, когда человек, понимаешь, идет за авторитетом, идет, ведь главная суть – это в нем самом. Если он ищет тебя, интерес ему, да, то как только у тебя есть интерес, ты попадаешь под этот авторитет, ты уходишь в гипноз, все, в сон. Но я к другому, к тому, что а если у тебя остается вот этот твой интерес чистым, то есть ты не свято поклонился, то есть поверил в одну какого-то, вот, я не знаю, там, вынесенного, да, и ушел там, заснул, а оттуда уже виляешь в другие, в третье, в четвертое, то ты просто всегда находишься под авторитетом, под вынесенным кем-то, чем-то. А когда ты остался для себя авторитетом, потому что ты чувствуешь себя, ты чувствуешь себя, и ты идешь на своем вот этом интересе, когда ты, я хочу знать, как оно вот работает, как. То есть ты узнаешь, но возвращаешься к себе. Ты узнаешь, но возвращаешься к себе. Ты узнаешь, но к себе. Вот это другой путь. Ну вот смотри, это совсем разные пути. Совсем абсолютно. Но для того, чтобы ты вернулся в себя полностью, и ты стал для себя авторитетом, важно первое, твоя программа ума должна слышать ту информацию, что идет изнутри, а не увлекать тебя в объективную реальность. Это первый момент, это очень важно. Переключение программы ума. Не отказ от программы ума, а переключение. И второй момент, очень важный, который у человека должен быть, это внутренняя сила. Ведь смотри, вот банальный пример из нашей работы. Вот ты работаешь с человеком, а у человека тяжелая болезнь. И ты стаскиваешь с него сознание. Если у тебя на минуточку возник страх, то ты получил эту болезнь. А если ты четко осознаешь, что эта болезнь – это мое выделенное сознание, точно так же, как и этот больной человек. Это мое выделенное сознание. Тогда мое выделенное сознание трансформируется в то, что я хочу. И вот это вот даже не я хочу, а то, что ты просто делаешь, трансформируешь, и все, там даже нету вот этого хотящего. Просто ты делаешь. Но тогда в тебе идет огромная сила. А эта огромная сила, которая может вот это трансформировать и видоизменить, эта огромная сила, она невозможна без осознавания своей собственной внутренней природы. Природы агрессии, природы злости, природы вины, обиды, зависти, жадности и так далее. Природы целостности. Заметь, у нас третий курс в начальном блоке, вот в этом «Три сосны», это про целостность. И мы вот эти все вопросы поднимем на этом блоке. На самом деле блок уникальный. Три дня плотной работы. Но когда человек слышит такие вещи, ай, у меня нету ни на кого обиды, ай, я не злой, ай, а вот это ай, это ум. Ум, конечно, не злой. Ум, конечно, не обидчивый, но его задача включить, втянуть, ввязать тебя в войну, в игру, в разруху, там еще в обиды, еще в что-то ввязал, и потом стоит и наблюдает, и все. А он здесь ни при чем, он же не, на самом деле, он не способен испытывать это все, потому что это программа. Это программа, которая выполнила свою работу. На самом деле, да, это программа та, благодаря которой ты есть даже сонный, спящий. Да. И при этом именно эта программа переводит в понятный, доступный язык то, что у нас идет из разума, с языка чувств. То есть информация пришла через чувства от разума, она может ее дешифровать. И вот смотри, те люди, которые вовлечены в объективную реальность, они же не слышат себя, они чувствуют себя. Они этот сигнал называют интуицией. Но это не об интуиции речь, интуиции нету в психике. Мы сколько с тобой облазили, нету интуиции, есть разум. Либо человек разумен и развит, либо человек неразумен и неразвит. Все. А это определяется тем, может человек чувствовать или не может. Можно, конечно, от ума, когда он начитался много книг, и он такой интеллектуал пересказывает чужие вещи, тогда он интеллектуальный с точки зрения умный. Но это не про разум. Ум – это не про разум. И, соответственно, к старости такой человек придет не с мудростью, а с эго, с набором шаблонов, убеждений, важностей, желанием получать и так далее. И когда он садится на трон сатаны, он болеет. Все. Настолько все просто. Ну, казалось бы, все понятно. Разложили. А вот начать чувствовать, чтобы начать чувствовать, это надо справиться со своей программой. Опять-таки, блок «Три сосны», первый курс. – Да. Но справиться, как хочет эта девушка, вот так. Это нереально. – Нет, конечно. – Оно реально. И в то же время нереально. – Нереально. – Да. Реально – это если только один путь есть. Через смерть. Ну, это будет новое тело. И все забыло. – И ты снова будешь спать. То есть это нереально. Даже можно с точки зрения физиологии объяснить, почему нереально. Помнишь, сколько раз было, да, и вот в этот понедельник опять та же самая история, когда мы выходим на очередной контур, в очередное расширение. Первое, что у нас происходит? Проблемы с головой. Ну, назовем это так, да? То есть мы в космосе. В космосе в каком плане? Ты все видишь, все чувствуешь, все осознаешь, ты общаешься, ездишь за рулем и так далее. Но ты не из этой планеты. Ты чувствуешь, что у тебя в голове идут процессы. И эти процессы идут, перестраивается мозг, расширяется сознание. Это физиология. Вот конкретно понедельник голова греется изнутри. А потом все перестраивается, утихает, и ты абсолютно нормально живешь дальше. И так было уже не раз, это много раз было. Каждый раз, когда ты берешь больший объем информации, то есть у тебя была флешка на гигабайт, а тебе надо флешка на терабайт. И это твой мозг наращивает эти нейронные связи. А он может их нарастить только путем тренировок. Все. Это только тренировки. И никак иначе. Это только практики. И никак иначе. Дорогу осилит идущий. А если ты вдруг стал просветленным без тренировок, и ты уже сел на трон и начинаешь говорить всем омень, и говорить, что сейчас у меня получится, вот я на тебя воздействую. Ну, гипноз можно применить, там, разрыв шаблона, но это временный эффект. А если ты действительно... Да ничего не получится. Ничего не получится. Более того, я приведу такой пример банальный. Это мне вчера попалось видео одной очень известной блогерши. Я понимаю, что эта блогерша начала смотреть наше видео. Именно видео, связанное с ответами из подсознания. И она попыталась переложить умом раскладку, как это видит подсознание. Ну, она там терминологию, конечно, использовала другую, как и все люди, которые боятся быть сумасшедшими и взаимодействовать с этими двумя сумасшедшими. Но по факту они отсутствуют просто в нашей реальности, поэтому они и за стеклом. Но человек попытался выдать информацию из подсознания как в другую точку восприятия. Я так ржала. Такой бред от ума. Вообще. То есть человек пытается просто зеркально переотразить и взять умом то, что мы берем из себя через чувствование, действительно находясь в позиции подсознания. Ну, так чтобы туда пройти, это надо со своим-то зеркальцем поработать. Наверное, надо очистить его. Наверное, надо убрать грязь, которая есть. И, наверное, надо научиться быть постоянно в искренности и благодарности. А это не всегда легко. Разные моменты прилетают. Иногда хочется пришибить человека. А на самом деле надо выйти к нему в благодарность. Конечно. и это труд. И еще попробуй найти эту благодарность. За что поблагодарить? Это же надо действительно... Да, это надо осознать. Увидеть это. Да. Увидеть в чем-то... То есть, казалось бы, это там было... Ну, поступок невероятный, а вы там увидите. Да. Увидеть, разглядеть, выйти искренне в благодарность, это одна тема. А другая тема позволить человеку с той стороны точно так же через свой опыт выйти в осознание и благодарность не мешать ему. Кстати, вот на эту тему мы же сегодня поставили на понедельник как стебется подсознание с благодарностью, какие искажения по благодарности. Я думаю, для многих людей мы просто мозг взорвем. Потому что настолько люди считают благодарность... Ну, я знаю, что такое благодарность. Спасибо, все. Автомат. А что стоит за спасибо? Более того, спасибо или благодарю. Я тебе благо подарил или тебя спас Бог. Блин, ум стебется. Вообще, говорит, ну, если ты дурним был, ты дурним и остался в обоих вариантах. Ой, это, конечно, невероятная вещь. Ну, постебемся вместе в понедельник. Да, постебемся. Но на самом деле вообще в словах действительно записано... Ну, как записано? Вложены программы. Действительно, на слова положены программы. Это правда. Но это все положено для автоматов. Для автоматов. А состояние-то остается то же самое. Да, да. А состояние... Когда ты осознаешь, то для тебя... То есть суть саму. То для тебя неважно, ты сказал спасибо или благодарю, или ничего что-то. Или ничего не сказал. Или ничего не сказал. Или глазом подмигнул. Да. Когда ты... Это вообще не играет роли. Но для автомата играет роль. На самом деле, да. И все течения это для автоматических сценариев. Именно. И я тоже о них не могу сказать плохое. Потому что любое течение, вот которое я знаю, даже с вынесенным вот этим авторитетом, любым, да, они все все равно идут, знаешь, как для автоматов. Это как сбор программ или роботов-автоматов в одно течение. В одно течение, да. И как бы удержание этих... Ну, уже как бы уже хорошо. То есть жизнь продолжается. Да, да, да. Австроили. Но в том-то и дело, что суть, чтобы проснуться и перестать быть автоматом, роботом-автоматом, а стать вот именно хозяином своей жизни, хозяином своего тела. А видишь, а здесь надо сила. Сила. По-любому сила. А сила, не бывает силы без осознания своего эмоционального фона, фона ощущений, фона состояния. Конечно. И, соответственно, пока ты не придешь к чувствованию. Здесь все тренировки. Вот смотри, наши тренировки. Ведь вот у нас уже сколько раз было в жизни, ведь у нас не только положительные случаи в нашей работе. У нас есть случаи, когда люди умирали, когда болезнь прогрессировала, у нас разное было. То есть, мы не говорим, что мы вот сто процентов спасем всех. Нет. Мы делаем то, что мы можем по максимуму, но очень часто не хватает наших знаний. И даже не знаний. А смотри, именно не хватает нашей силы и не хватает наших тренировок. Мы еще не смогли прыгнуть на эту высоту. Вот конкретно. До конца не взяли ответственность за все на себя. Последний момент вот казалось, вот все, я, 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 потом хлоп и расслоился. И как только ты расслоился, у тебя появилась объективная реальность. Херяк и все. Как бы она ни выглядела. И ты все, ты слетаешь, и ты не удерживаешь. Это все тренировки. Ну да. Но на самом деле, но на самом деле нам вот это последнее, последнее, что не берем, на самом деле это является нашим спасением. От увлечения в чужую игру. Пока. Пока. Иначе мы завалимся в ту игру. Иначе мы, да. Вот на самом деле это так. Это как канат через вот линию тянешь, ты тянешь на себя и говоришь я, да. И будет так. А в какой-то момент ты можешь просто вместе с канатом упасть туда и точно так же улететь. Это все о силе. А сила тренируется. Это как качок в спортзале тренируется. И не будет ничего без этого. И каждый раз этот миллион осознаний. Это, 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 это. Вдруг, пух, расклад такой, объем информации. Пошел, все, вышел на следующий уровень. Следующий, следующий, следующий. Но это тренировки, это бесконечный путь. И каждый раз смотришь, и вроде с такими вещами уже в психике играешь легко и спокойно, световыми, разными там и так далее. Много-много психотехник. Психотехник вообще, когда наши психотехники уже начинают раздавать психологи и продают это как манну небесную, оно даже смешно. Иногда смотришь на это и ржач берет, потому что люди не понимают, о чем речь идет. Они просто тупо повторяют скопированное. А оно работает, все работает. Абсолютно любая психотехника, что мы доставали из психики, работает при осознавании ее и при определенном состоянии сознания на данный уровень развития сознания. На данный. Если ты находишься на этом уровне развития сознания, у тебя должны быть психотехники этого уровня развития сознания. И они будут тогда работать. Как только ты расширился, у тебя следующий блок, еще расширился следующий блок. И потом уже, когда на широкое восприятие ты на те смотришь, ну, да, они рабочие, но есть более такие интенсивные варианты, да. Но когда ты там находишься и смотришь снизу вверх, то ты можешь пока взять только вот это, ты не можешь другого дотянуться. Но дорогу оселит идущий. Это все тренировки. И, кстати, очень хорошо в чате подсветили. Вот там мужчина написал, что я тренировал там сколько, год или полгода, только расконцентрацию, чтобы погрузиться. Концентрация, расконцентрация. Так это на самом деле он мало тренировал. Я-то сама несколько лет тренировала. И потом вот сконцентрировать внимание, чтобы программа ума тебе не выбивала. Ты часами висишь на одной задаче, у тебя программа ума с этой задачей не выбивает. Это что же надо натренироваться? Попробуй удержать внимание, концентрирована несколько часов на одной задаче в психике. Ты никогда в жизни человек этого не повторит. Программа ума... Ой, в магазин сходить яйца забыла купить. Еще что-то, еще что-то, еще что-то. А чтобы вот не было этих яиц, это должно быть тебе очень интересно. Я очень хорошо помню, как вот мне это было интересно. Интересно, да. Ну и куча тренировок, заметь. С утра до вечера. Тренировка, тренировка, тренировка. Если не будет тренировок, то то, что тебе интересно, и ты просто улетишь, как нет подтверждения твоего движения, твоего интереса. Да. Вот смотри, сейчас в жизни наблюдается такая тенденция. Могла обратить внимание, человек любит пробовать. Столько всего нового появляется, человек пробует. Вот за столом, может быть, засервирован офигенный фуршет, да. Человек ходит и глазками убирает. Так, я вот этого попробую, вот этого попробую, вот этого попробую, вот этого. А, это картошка, ой, это просто мясо. Это есть не буду, потому что я знаю эти вкусы. А вот я пробую, все по поверхности пробую. И поэтому даже сейчас и склонность накрывать. Раньше же так столы не накрывали, фуршеты, все, чтобы было порционно на этих вот, на шпажках или там разные варианты сервировки. Потому что человек пробует. Точно так же человек пробует. Ой, я покатаюсь на самокате, ой, я покатаюсь на велосипеде, ой, я покатаюсь на роликах. Ой, а здесь дрифтинг, а здесь это. Пробует, пробует. Точно так же спортивные секции. Сегодня я каратэ, завтра борьба, послезавтра велогонка, там еще что-то, еще что-то. Человек пробует, 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 пробует. А программа ума как работает? Тынь, 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 тынь. Я пробую, я сплю. Я пробую, я пробую. Я не знаю, во что я хочу играть. Моего интереса нет, меня нет. Я только пробую, пробую, пробую. А вот зацепиться, чтобы хлоп точечно и уйти в интерес в одно действие, это даст результат. Но ведь на самом деле, если ты пришел голодный и ты съел тарелку супа, ты уже не голоден. Точно так же в психике. Просто я пример такой на материю положила. Ну да, но тут много других еще. На самом деле, вот это пробую, пробую, это же ведь тоже интерес узнать, для того, чтобы можно было выбрать. Это же ведь тоже об этом. А я задумалась, вот ты говорила, пока задумалась про детей. Ведь на самом деле ребенку очень классно показать разное то, что есть варианты какие-то для того, чтобы даже своего ребенка ну, самому прочувствовать его направление, куда ему лучше, да. И потом, почувствовав это, своего ребенка, где ему интереснее, вот все, то есть все свои силы направить на то, чтобы этот интерес закрепить вот в одном уже русле. Это так. С другой стороны, можно точно так же. Ну и как бы ребенок, тут больше, когда ты ребенку и то, и то, и то показываешь, да, тут больше, наверное, развивается все-таки чувство родителя самого. Он как бы знакомится, начиная чувство, знакомится со своим ребенком. Знаешь, как через своего ребенка он тоже много чего познает. Я по себе просто сужу. Через своего ребенка много чего узнаешь благодаря ребенку, да. Но при этом... Результат у ребенка есть только там, где он сконцентрировал на одной задаче. Это всегда. Только там. И при этом можно не показывать ребенку ничего, а просто самому вот выбрать, так и есть, да. Или увидеть, что у ребенка вот такое направление. Ну, сейчас у всех игры компьютерные, поэтому тут, понимаешь, тоже такое дело, которое под вопросом. Но это... Поэтому этот вариант, когда ты сам за ребенка выбираешь, он такой двояко сложный. И такой, на самом деле, не совсем простой. Но при этом я к чему веду? Что своего ребенка ты можешь направить сам в любое направление, даже не знакомя его с другими направлениями, а показать интерес в этом направлении. И ввалить вместе с ним, и раскрывать ему этот интерес, раскрывать. И у него пойдут результаты. А потом попутно где-то другие варианты показывают. То есть разные варианты есть. А можно попутно пойти за ним? То, что интересно. Конечно. Ему интересно, он говорит, хочу то, то, то. И пошел за ним. Пошел за ним. Если ребенок говорит, так я же говорю, что если родитель увидел, можно абсолютно. Но я к чему сказала, почему? Если родитель увидел. Сейчас все тогда будут говорить, ой, у меня айтишник, компьютер. Однозначно все будут. А я не об этом. Чувства. Понимаешь, не могут все. Потому что дети все автоматами быть. Ну, как под копирку. Айтишники – это вообще особая структура психики. То есть до игрушки в компьютере. Сейчас же все в интернете сидят, понимаешь? Я к этому. И уловить твоего ребенка, своего ребенка, вот какое ему нравится что-то, очень сложно. Потому что любой ребенок сейчас, как и взрослый, в компьютер, в интернет, в компьютер, интернет, игрушки. Все, игрушки. А, ну, это тогда однообразие. Я про это и говорю. Сначала покажи возможности, а потом прочувствуй. Либо уже чувствуешь, что вот это направление, и двигаешься в нем. Но при этом обязательно покажи другие направления. Вот что я к этому. Ну, видишь, если брать спорт, секции и так далее, дети сами говорят, чего они хотят. И они дорастают до определенного возраста, когда они хотят. И пока ребенок маленький, пока ты видишь сам, что ему интересно, если ты это интересно ему подбросишь, то он в эту стюзию идет. Да, если тебе будет самому интересно. Это тоже своим ребенком. Ну, это когда тебе интересно вообще играть с ребенком. Смотри, вот посмотри на мужчин. Как мужчины многие относятся к своим детям. Тут даже не то, что играть. Им даже играть с ними неинтересно. То есть это редкие мужчины, которые действительно с интересом играют с детьми. Они сами там и на карачках, и влеченные, и так далее. Дети, дети, дети. Посмотри, мы работаем с аутизмом. Уже сколько? Посмотри на отцов. Как часто отцы участвуют в жизни детей. Тут даже статистику приводить не надо. То есть если этому отцу ребенок этот неинтересен, он считает, что он бросил деньги в семью, и этого достаточно. И, мать, ты занимайся им как хочешь. Сама не справляешься. Отдай всем, я оплачу. Но этот подход, ну, 80% семей. Ну, так о чем тут говорить? Ну, где здесь выход из аутизма, если даже если этот ребенок начнет развиваться, даже, даже просто копируя отца, вот такое отношение, для меня он будет оставаться аутистом. Даже если у него глаза изменятся. Даже если он там с другими детьми играть, начнет развиваться, начнет информацию брать. Это аутизм отца. И этот аутизм отца, отцам всегда мы даем фору полгода, как минимум, чтобы посмотреть, чтобы у него чуть-чуть мозг на место стал. Но не у всех же становится. Если ты принимаешь участие в жизни своего ребенка, то в ребенке будет пустота. Конечно. И, значит, ребенок будет закрываться еще больше в свой какой-то мир виртуальный. Особенно если мальчики и отцы имеют вот такую модель поведения, это все. Но я скажу просто про себя. У меня же девочки, у тебя мальчики. Я не люблю играть с детьми. Вот не любила никогда играть просто в игрушки. Мне не хватает терпения играть вот в эти игрушки. А мой муж, он занимался. В куколки играл. Но я к другой. И при этом я полностью всегда проводила все время с дочками. Я их возила, я им показывала. Я их водила в какие-то секции. И мне это нравилось. Я восхищалась там детками и своим ребенком. Я видела результаты своего ребенка. И мне это нравилось. Я все время куда-то возила своих детей. Всегда. А вот в игрушки играть я не могу. В отличие от меня. Я не люблю куда-то далеко возить. Хотя возила детей тоже. Но при этом мы с ними на карачках. Вот строим замки. Вот замок построен. Да, стоит перед нами. Я с удовольствием покажу. И так далее. И если мне оставляют сейчас внука, это значит, мы играем с ним неотрывно. То есть это значит, я больше ничем не занимаюсь. Никакой инфодайинга, ничего. Это значит, у меня внук. Поэтому они знают. Если маме отдали внука, значит, мама ничем заниматься не будет. Все. Ребенок только и ребенок. Мы будем играть. Ну вот видишь, а у меня, да. Мне именно интересно самой и показать ребенку вот это интересное. Показать. А куколке-то всегда можно поиграть. И так. Папа на это есть. А вот мне, чтобы интерес у нас общий. И я ее возила с удовольствием вообще. И она у меня молодец. Такая Лерка. Со Светкой я... Даже разница была большая. То есть я там в свое время тоже возила. Но я именно возила. Но Света у меня сама играла с игрушками. У меня подружки были. Больше как раз Света была с игрушками. А вот уже Лерка. Да, Лерка. И она мир увидела. Ей много чего показала вообще. Нам нравилось с ней ездить. Ну видишь, ты была с девочками. У меня всегда были мальчики. Но сегодня будут смотреть зрители. У меня тоже есть прекрасная новость. У нас сегодня родилась девочка. и у меня будет возможность получить опыт еще и игры с внучкой. Я даже думать боюсь. Какие игрушки покупать? Какие платицы? Еще что-то. Вот это очень хорошо, видишь? Жестокого опыта нету, но теперь будет прекрасный опыт. Да, это другое. Потому что когда у меня родился внук, у меня же дочки, а внук родился когда мальчик, то я поняла, это совсем разное. Это разные планеты. Вообще просто разные. Вот, поэтому ты посмотришь, насколько это другое совсем. Я уже знаю это, что это другое. С мальчиком он классно. На Тарантайку, в парк, детская площадка. С девочкой классно, куда угодно. На детские площадки, на Тарантайке. То же самое, но это все по-разному. Абсолютно. Это разное совсем. Понятно. Ты пока еще так. Ну, пока еще. Я еще даже на пахне держала. Пока еще в роддоме. Пока еще все впереди. Пока еще только по телефоне смотришь и радуешься этим классным улыбкам. Все хорошо. В любом случае, это уже счастье, да? Да. Вот прям счастье. Детенок. Как классно. Да. И при этом каждый раз у своих детей ищешь, что тебе интересно, что интересно, что интересно, как увлечь. И если у мальчишек хотя бы есть понимание, что ему интересно. По девочкам у меня еще нет понимания, что им интересно. Ну, я думаю, что и там найдем. Справимся и будет. Ключ интерес. Новый опыт будет. Да. Внимание мы можем длительно удерживать только на том, что нам интересно. Интересно. Без этого ничего не будет. Но, видишь, интересно, мы можем интересом управлять сами. Да. Ведь если у тебя есть интеллект, ты можешь любую работу сделать интересной. И ты можешь длительное внимание делать, там, стирки, уборки, еще что-то. И тоже с интересом это делать. И ты даже не заметишь, как время пролетит. И как ты все сделаешь, ты сделаешь значительно больше, чем из-под палки. В этом и суть, на самом деле. Человек ищет свой интерес. Каким мне интересом? Какое мое предназначение? Да ты живешь. Это уже интерес. Каждое твое мгновение, каждый миг, чем бы ты ни занимался, это уже интерес. Преврати это в чудо. Для себя, любимого, не страдай. Моет посуду и страдает, да? И страдает. Да ты жизнь в этот момент профукиваешь свою. Просто подними. Ты же сознание человека. Ты же можешь из камня камень подбросить вверх. То есть камень сделать летящим. Так точно так же и сделай себя летящим в этот момент. А человек ищет свое предназначение, интерес. Моешь окна, делай с любовью, с интересом. Он этот, точишь что-нибудь, там легвоздик для жены прибиваешь, прибиваешь с любовью. Все. Жизнь сплошной кайф, сплошной интерес. И всегда ты здесь найдешь. Понимаешь, когда человек счастлив, да, и когда у него, его жизнь ему интересна, он всегда найдет, то есть у него найдется всегда тот самый интерес, от которого у него прямо слюни будут течь. Смотри, на самом деле, когда мы говорим, что мы в раю и сами делаем своим сознанием ад, ведь мы не стебемся. Даже, вот не раз повторяла, в книгах это написано, в первое управление восприятием. Любое, любое действие нам доставляет удовольствие. Начиная с физиологии. Мы кушаем в удовольствие, мы пьем в удовольствие, мы занимаемся сексом в удовольствие, мы двигаемся в удовольствие, мы писаем в удовольствие и какаем в удовольствие. То есть у нас вся физиология построена на удовольствии. Если расширить спектр, мы идем по улице в удовольствие, воздухом дышим в удовольствие, мы общаемся в удовольствие, у нас все выстроено в удовольствие, и нету того, что нам бы физически доставляло неудовольствие до того момента, пока не включится оценка ума. Оценка ума, и ум не вовлечет нас в чужую игру, которая нам неинтересна. То есть когда нам интересно, это доставляет нам удовольствие. Даже если просто тупо человек как практику будет следовать только за тем, что доставляет ему удовольствие, он и то будет более здоровым, чем когда он идет играть в чужую игру. Конечно. И сейчас скажут, а как же, проститутки? А что, проститутки занимаются из удовольствия? Не надо подменять. Любой секс – это удовольствие. А если через боль? А если через страдания? Вот уберите страдания, и тогда окажется, что проституция неинтересна. Там не из интереса люди. Может, одна на тысячу. А все остальные – это чисто за деньгами и через... Но это их интерес все равно, Наташа. Это замена на деньги. Абсолютно. Это вообще не вопрос. Это, смотри, если человек находит то, что ему интересно, и двигается в интересе, удерживая внимание на интересе... Он в каждом моменте должен есть интерес. И просто это осознать, Наташа, надо на самом деле. В каждом моменте интерес. Если тебе каждый твой момент неинтересен, то ты убиваешь себя в каждый момент. Вот и все. Тут элементарно. Человек ходит на работу, на нелюбимую работу, каждый день и ненавидит ее. Да. И ненавидит. Так это же твоя жизнь. Каждый день проходит на работе у тебя твоя жизнь. Полюби эту работу. Полюби свою работу. И просто вот осознай благодарность, что она у тебя есть. И начни делать свою работу с любовью и с интересом. Это же твоя жизнь. Это ты не кому-то даришь эти свои часы. Вернее, даже не так. Даришь это сто процентов, выкидываешь. То есть ты же для себя их сделай. Это твоя жизнь. Что ж ты так себя обесцениваешь? Что ж ты так себя ненавидишь, что ходишь на нелюбимую работу? Созделай ее любимой. Потому что интерес заменен деньгами и выживанием. Бог заснул в раю и начал выживать за деньги. Нет, просто осознание. Это точно так же в отношениях. Что ж ты тогда живешь с нелюбимым человеком? Это так себя ты любишь? Что ты ненавидишь? Гуляешь направо-налево и идешь сюда. Это все один в один. Сама ценность потеряна. Себя. Причем не кого-то, а себя. А все это вынесенный авторитет. Вот это. Религия. Опять мы упираемся в религию. Каждый раз мы упираемся в религию. Вот он вынесенный бог. Вот они инопланетяне. Высшие силы. Высший разум. Мозг. Великий и могучий мозг. Сейчас искусственный интеллект. Следующая страшилка. Просто ходишь и ржешь. Ну, это безумие. У меня вообще есть такое чувство. Очень-очень тонкое, странное чувство. Что религия появилась такая, которую вот сейчас мы видим. Вообще как религия. Ну, чуть больше 200 лет назад. 250. Все остальное 250-300. Вот максимум. Она появилась не 2000 лет. Не там сколько там. А вот прям вот так. Я все больше и больше в этом убеждаюсь. Все остальное написано. Все. Потому что, ну, есть. У меня свои взгляды есть. Когда я смотрю, случайно бывает. Ну, и я вот езжу по миру и вижу разные строения разных эпох. Я понимаю. Просто, ну, наблюдаю. Я вижу, насколько красивое есть здание, которые, ну, невероятные. Там просто, можно сказать, ручная работа. Ручная. Но нет повторений больше этого. И именно эти здания, они либо исчезают, то есть разрушаются, либо их там что-то случается. Но человек больше не способен воссоздать такое. И вот мне кажется, есть вот этот момент перепада, когда в силу вступила вот эта самая религия, и сразу пошли квадратные коробочки. Ну, деградационные процессы определенные обвально вступили. Ты знаешь, были моменты, когда я тоже в Перу зависала, смотрела на то, как сложены стены, на то, какие технологии были, и сейчас эти технологии не повторить. И у меня были моменты тоже такие, которые я понимаю, что... Начинают придумывать разную шушуру. Да. Понимаешь, это такая тема, и вот есть такое у меня чувство, что максимум 300 лет, максимум. Пора пелену вот эту убирать, снимать, чтобы проснуться надо, проснуться. Ну, проснуться надо... Тут обязательно надо проснуться. И просыпание... Как ты можешь разбудить человека, который спит как труп в литургическом сне? Ты его не разводишь, ты проснись сама. Если ты проснулась, и в твоей реальности те, кто попадают в твою реальность, они будут просыпаться. Только так. Потому что ты проснулась, и ты в зеркале будешь видеть просыпающегося. И никак иначе. А кто остается в своей реальности, у него свой мир, и этот мир просто никак с тобой не соотносится, не стыкуется, ничего. Он не попадает в твою реальность. И, в принципе, оно так и есть по жизни. Мы сколько это видим... Это, конечно, удивительно, иногда смешно. Как за стеклом живешь. То есть это невероятно. Но это факт. Ну, да. Человек... Видишь, человек отвык думать. Использовать ум по назначению. Отвык. Просто отвык. И, казалось бы... Ну, предназначение. О чем тут говорить? Назначьте мне, чем заниматься. Вот она, религия. Скажите мне, куда мне что поставить. Смотри. Я даже сейчас жесткую штуку скажу. Но это факт. И это факт будет нарастать. Вот скоро будут меняться правила дорожного движения. Вступят в силу новые. Там ведутся ограничения по самокатчикам, по велосипедистам. Потому что, ну, реально, уже не пройти. Потому что на скорости ездить не умеют. Легко сбивают. Бросаются под колеса автомобилей. Причем нарушения идут. Вот там проезд запрещен. Вылетает оттуда самокатчик. Ну, вот. Оно уже вот здесь, на самом деле. А ответственность несет через что водитель машины. Ответственность водитель машины. Ну, благо, уже тоже к конце ноября вступает изменение. Уже ты, как владелец транспортного средства повышенной опасности, не будешь платить им моральный ущерб. Потому что еще и это было. Он виноват. А ты еще должен ему платить. Но вот это вот безумие вроде как у нас отменяется. Но сам факт, что вот сейчас возникает коллапс даже на уровне ГАИ. А что делать с ними? Кому их причислить? Там эти кубики, эти мощности. Ты попробуй посчитай. Вот купили мы эту детскую тарантайку трехколесную, да, ребенку. А при этом она выдает им эти 12 километров в час. Ее уже можно приравнять к самокату, к транспортному. Она уже будет транспортным средством. И на ней ребенку ездит с 14 лет. Но она для ребенка в возрасте от 7 до 10. Как ее с 14 лет? И вот эти коллапсы, они будут возникать. И ГАИ вынуждена будет реагировать на это. А что делать? А как? Блин, голова дымится, потому что на самом деле это безумие. А из этого безумия есть один выход. Верни ответственность человеку. Ты влетел, ты отвечаешь. Азиатские страны это показывают. Там никто не несет ответственность, что типа я в тебя влетел, но ты там неправильно вел, и ты не предусмотрел, что я буду ехать по этой пешеходной дорожке. Там вообще хрен дорогу перейдешь. Пешеход ходит пешком. Автомобиль едет здесь. Самокатчики и все остальные, он сбоку хорошо, если очерчена дорожка. А если не отчерчена, значит аккуратненько, тихонечко, и поток друг друга не сбивая. Если вы сбили, разбираетесь на месте. Вплоть до того, что покусались, морды побили. Государство в это не вовлекается. И вот пока мы не вернемся к возвращению ответственности самому человеку, ничего не будет. И сейчас коллапсы будут нарастать, потому что Китай будет заваливать тарантайками, самокатами такими и такими, скоро летающие пойдут. Все варианты. И тут просто реально все гаишники резко начнут сходить с ума, потому что а что с ними делать? Как упорядочить, чтобы при этом у них сохранилась вынесенная ответственность и вынесенный бог? Да хрен ты сохранишь это? Верни ответственность человеку. Верни тротуар пешеходу, дорогу, автомобилю и так далее. Отвечай за свои действия. Отвечай за свои действия. Но смотри, но на самом деле это взять просто даже в наше время велосипеды. Это же ведь точно так. Да и даже и сейчас. Возьми, убери все электросамокаты, велосипед. Точно такое же средство, если ты опасности, если ты не соблюдаешь правила дорожного движения. Смотри, а сейчас, если увеличивается их количество разных направлений, то как вот первое, что надо сделать? Первое. В школах правила дорожного движения. Как нас учили в первом классе. Как нас обучали. И первый, и второй, и третий. Конечно. Каждый год начинался месяц дорожного движения. Так это же дети. И мы это знали. Мы все это знали. Введите правила в школе. Это необходимо. А вместо этого стоят машины ГАИ и дежурят. Реально мужики переводят детей. Возле каждой гимназии. Реально. Ты представляешь, сколько денег на это тратится? А надо уроки в школе и вернуть ответственность родителям и детям. А всего лишь. Вот. Понимаешь? И это самое главное в школе. Самое главное. Детей научить именно там. Правилам дорожного движения. И тогда увеличивается количество транспорта разного. Не вопрос. Ребенок знает, что это опасно. Он знает, как себя вести. И знает, что если он нарушил, то может запросто попасться. Все. Ответственность на тебе. Но это надо. Вот такие вещи надо, конечно. Да. Потому что водитель машины, он учит. Ну, то есть, сдает на права. Да. Он знает правила. А самокатер не знает правил. Да и ездить половину не умеет. Да, да, да. Да что говорить в том числе. Во-первых, ездить не умеет. Во-вторых, даже тех же пешеходов просто. Пусть ты даже никогда в жизни не сядешь. Ни на велосипед, ни на самокат, ни на машину, да. А просто ходишь пешком. Пешеход. Его тоже надо учить правилам дорожного движения. Потому что пешеходы – это нечто. Такие же, как самокатеры. Один в один. Один в один, да. Поэтому это элементарно, Ватсон, называется элементарно. В школах должен быть такой предмет. Вот такие полезные предметы, а не те предметы, которые есть вообще просто бесполезные, не весть откуда прилетевшие. Но в любом случае возвращение ответственности и вместе с этим благодарности. Благодарность мы в понедельник. Когда мы разложим в понедельник благодарность, я все-таки верю, что еще в этом году в школах начнут появляться уроки благодарности. Вот еще одна. Глухой, да услышит. Который в школе должен быть. Это обязательный предмет. Уроки благодарности. Обязательно. Хотите, чтобы ваши дети были здоровыми, урок благодарности должен быть обязательный. Не никак иначе. И никак иначе. Учите детей. Тем более на кону 25-й год. Учите детей благодарить. Ничего не будет без благодарности. Да. Но это все тоже тренировки. И тренировать детей надо с самого детства. Что ты бог. Ты отвечаешь. Ты создаешь всю свою реальность. И ты благодарен себе за то, что ты живешь. И родителям за то, что тебя родили. Половину психологических течений можно закрывать. Которые сидят и юзают этих бедных родителей. Делают детей... Ой, даже страшно говорить об этом. Похожай. Субтитры создавал DimaTorzok